Доброе утро, Ангарск! Доброе утро, ангарчане! Я временно перехватываю инициативу у Александры и Романа. И далее разговор вот на такую тему в нашей студии продолжится, как «Жизнь после ста». И наша гостья-эксперт Валерия Акбаш. Валерия, доброе утро! Говорить мы будем, соответственно, глядя на молодость нашей собеседницы, не о золотом юбилее. И, Валерия, буквально недавно, три года назад, вы на максимально возможные 100 баллов сдали литературу. Все верно. Вот поделитесь, в чем секрет успеха? Ну, я думаю, что успех – это слишком громкое слово, потому что на литературу я не рассчитывала, как на экзамен, по которому могу набрать такое количество баллов. Потому что обычно про литературу вообще говорят, что это довольно сложный экзамен, включая проверки и включая написание. Потому что оценивается субъективно очень, очень размытые критерии. Но мне кажется, как я сама потом себе объясняла, что, скорее всего, так было нужно, чтобы сбылись какие-то мечты. И потому что просто очень сильно любила я литературу и все, что связано с ней, музыку, которая очень сильно помогла. То есть, например, я в качестве аргументов приводила песни Муслима Магомаева. И, в принципе, так как очень люблю читать, мне кажется, все в совокупности дало такой результат. Ну и, соответственно, также преподаватели, которые обеспечили меня знаниями и правильным написанием структурированного текста. Прекрасно. А какие еще предметы сдавали помимо литературы и какой результат у тех дисциплин? Помимо литературы я сдавала профильную математику, русский язык и общество знания. Там было 99? Нет. Какие баллы вам? Я думаю, что гораздо было скромнее. По общество знания это вообще моя боль. Было всего лишь 69 баллов. По профильной математике 70. Я так вровень вошла, чтобы получить золотую медаль. И по русскому языку ниже, чем я предполагала, 89 баллов. Ну, в любом случае, блестящие результаты, тем более медаль. Тут уже не поспоришь. Ну, медаль это такое. Оно помогает при поступлении и обеспечивает какими-то, можно сказать, плюшками при распределении в общежитии. Потому что, ну, это дает дополнительные баллы при поступлении и потом в рейтинге. Судя по всему, что знания на литературу все силы-то и ушли, как оказывается, раз там максимальный балл вышел. Ну, я не думаю, что так, потому что очень много сил вкладывала в общество знания. Но перед тем, как идти на экзамены, загадала себе, так как у меня стоял выбор между городами, загадала самой себе, что если по литературе наберу больше баллов, значит, судьба. Нужно ехать в Красноярск, а не в Новосибирск. И как-то так совпало, потому что и правда это был неожиданный результат абсолютно для всех. Включая меня. А все-таки, говоря про секрет успеха, вы говорили, что много читали, занимались, да, но может быть все-таки какие-то вот фишечки, приметы, которые перед экзаменами используют, там, класть тетрадь под подушку, с форточкой, вот студенты уже, правда, с зачеткой в форточку, там, полнорастущую луну нужно что-то говорить. Вот вы перед литературой что-то подобное проделывали? Ну, конечно, мне кажется, у всех ребят, которые сдают экзамены, есть какие-то суеверия, в которые волей-неволей поверишь, просто потому что хочется, чтобы какие-нибудь высшие силы даже помогли с этим справиться. У меня, я помню, подкладывала пятак под пятку. Насчет тетрадок, по-моему, только так было перед контрольными, и то не всегда, потом уже было просто больно спать, и я уже перестала подкладывать их под подушку. Так что вот. То есть, если вы все эти годы не занимались, пропускали, то у вас есть шанс сдать, может быть, не на 100 баллов, но хотя бы на 99 с половиной, по советам нашей гости, тетраде под подушку и пятаки под пятку. Где этот пятак сейчас? Я не знаю, мне кажется, уже кому-то другому приносит счастье. А вот так, вы его, то есть, не сохранили на память? Нет, ну это... Золотую медаль та же учительную не постигла. Золотая медаль – это та вещь, которая покрывается пылью в первые дни после ее получения. При том, что все экзамены вы сдали достаточно хорошо, и медаль тоже у вас в арсенале теперь, в вашей копилке. Вы волновались? Какие тревоги, какие эмоции испытывали перед экзаменами? Ну, конечно, мне кажется, все волнуются абсолютно, потому что экзамены – это то, к чему ты вроде готовишься, но точно никогда не можешь сказать, что ты к этому готов, как бы сильно ты не вкладывал в это. Поэтому очень важна, конечно, моральная составляющая, чтобы просто морально себя подготовить к тому, что это стоит пройти. Это не самое страшное, что случится и случается в жизни. И просто как одно из испытаний. Ну а какие эмоции, чувства все-таки испытывали накануне? Вот нам сейчас нужно максимально полезные дать советы тем, кому предстоит в ближайшее время. Конечно, была тревога. И это вот чувство, которое и навязано вообще окружением, и тебе самому кажется, что вот именно от этого зависит твоя дальнейшая жизнь. Так и думали, да? Ну, конечно, я так думала, и так все думают, но на самом деле это далеко не так. Хочется просто всех успокоить и сказать, что жизнь не от этого зависит. Зависит от вас самих и того, как вы готовы проходить и справляться с трудностями. Кто больше волновался, вы или родители? Потому что знаю, больше родители всегда переживают, тревожатся. Мне кажется, мы разделяли эмоции напополам, но в силу характера, мне кажется, больше переживала мама. Вот так вот. Все были спокойны, кроме мамы? Да. Ну нет, не все были спокойны, просто кто-то делал вид, что он спокойен, а мама открыто показывала, что она неспокойна. Я не беспокоилась. Ну вот, кстати, знаете, на мой взгляд, нужно беспокоиться, это сейчас уже, с высоты, скажем так, прожитых лет. Больше надо беспокоиться не о том, что плохо сдашь экзамены, а что не ту, выберешь профессию. Вот у вас с определением вуза, как все прошло? Легко? И вот сейчас вы уже на третьем курсе. Оно или не оно попали? Ну, я попала, я не жалею о выборе, наоборот, благодарна себе тогда, иногда оглядываюсь назад и вдохновляюсь собой, чтобы когда-то делала вещи, на которые, может, сейчас я бы среагировала по-другому. Вот. По выбору профессии было сложновато, потому что изначально я хотела идти на архитектора, но впоследствии поняла, что с черчением у меня совсем не дружба, а на вы и шепотом. И поняла, что больше душа лежит к чему-то творческому и нашла себя в дизайне. Вот. Но поступала тоже, можно сказать, с закрытыми глазами, потому что толком не говорила с людьми, которые работают графическими дизайнерами или, в принципе, мало сталкиваюсь с этой профессией. Ну, а может быть, у многих же, вот и среди ваших, наверное, товарищей, одноклассников, родители говорили, надо идти туда. Потому что там знакомые, у других там потом возможность устроиться по профилю. Вот у вас было такое, что говорили? Я, кстати, не помню. Мне кажется, в нашем классе ребята были очень осознанны и сами более-менее представляли, чего они хотят. Так что родители не сильно как-то, ну, как не вставали на другую сторону. То есть всегда были за детей. Лера, ну и в завершении нашего утреннего диалога все-таки советы для выпускников, какие бы вы дали перед экзаменами, чтобы их успешно сдать, правильно выбрать вуз. Советы бывалого? Я бы, наверное, отошла от темы про успешную сдачу. Конечно, всем очень хочется написать на высокие баллы, хочется поступить туда, куда мечтаешь. Но советую просто собраться с мыслями, с силами пройти через эти испытания, сохранить свое здоровье как ментальное, так и физическое. Сохранить отношения с родителями, потому что могут быть очень сложные периоды, когда вы друг друга не понимаете, или родители могут очень сильно переживать, как-то это переживание на вас проецировать. Я бы просто посоветовала очень собраться с мыслями, с силами, все обязательно получится. И если результаты по экзаменам будут не такие, какие вы ожидаете, то не нужно расстраиваться и не нужно думать, что это трагедия всей жизни, потому что есть очень много выходов из этой ситуации. Когда закрывается одна дверь, конечно, открываются другие. Лера, спасибо вам большое, что провели это утро вместе с нами. Успехов вам в вашем творчестве и побед и достижений! Спасибо большое!